Вот вроде подключается. Приветствую Наташ. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно и видно хорошо пишут. Ну и слава Богу. Голос не двоится. Я не двоюсь у тебя? Нет, все хорошо. Ну и хорошо. Ну Наташенька, как обычно у нас в эфире ты представляешься для моей аудитории, я для твоей. И потом поговорим уже по заявленной теме. Пища для души и тела. Если ты не против, сегодня я ее назову так. Я не против. Добрый вечер всем, кто присоединился уже и кто только присоединяется. Меня зовут Наталья. И в Инстаграме у меня страничка с постными рецептами. Так она и называется. Просто постно. Надеюсь, те, кто знают, надеюсь, что я для вас полезна. А кто не знает, присоединяйтесь. Я публикую постные рецепты для четырех многодневных постов, которые существуют у нас в Православной Церкви. Они пригодятся вам наверняка. Так что всех приглашаю к себе на страничку. Я пока сейчас комментарии отключу, чтобы тебя хоть увидели. А то и комментарием закрывается. Я тебе скажу комплимент. Ко мне как-то подошли мои несколько прихожанок и говорят, батюшка, а вы что кушаете в пост? Я говорю, ну вот захожу на страничку в Инстаграме. Это, наверное, просто пост? Я говорю, да. Вы угадали. Поэтому по твоим рецептам готовят. Ну хорошо, я рада. Да, мне часто тоже пишут. Мне приятно, что для трапезных мои рецепты берут. Даже мне это удивительно, честно говоря, приятно. Это хорошо, что приятно, потому что это заслуженно. Надо хочется услышать и увидеть обратную связь, что ты правильно трудишься, что ты правильно делаешь. Это всегда хорошо. То, что берут и востребовано, это неудивительно. Сейчас мне же надо еще для твоей аудитории представиться. Но давай я все-таки мысль доскажу. Неудивительно почему. Потому что у многих происходит такой ступор, когда приходит пост, а что готовить? Сейчас я сготовлю пост, а через пять минут, ну зачастую такую фразу часто слышу, а мой муж будет голодный, потому что это не мясо, и он этим не наестся. С мужьями это головная боль всегда, да. Девушки пишут, чем кормить мужей. Да. Вот, поэтому, как бы, и это очень отрадно, что есть такая страница, и ты, в первую очередь, как ведущая этой страницы, имеешь место быть на пространствах интернета, в частности, инстаграма. Вот, так что тебе маленький такой аванс в комплименте. Вот, ну немножко представлю для твоей аудитории. Меня зовут священник Константин Мальцев. Я служу в Краснодарском крае, в частности, станица Ленинградская, историческое название Уманская, казачья станица. Веду достаточно активный образ жизни, можно сказать, гиперактивный. Вот, ну и тружусь вот на пространстве тоже соцсетей, в частности, инстаграмом. Иногда, в основном, делюсь то, что мне нравится, то, что мне для души близко. Ну и стараюсь это все больше в контексте духовно-нравственного просветительства. Да, это важно. Ну, врут, батюшка добрый. В общем, вот так вот. Значит, ну, теперь я немножко включу комментарии сейчас, я нам фото на память сделаю. Я, кстати, когда сделала анонс, что у нас будет совместный эфир, мне несколько человек написали, о, это же батюшка из нашей станицы. Так что, за нами следят. Да, пристально причем. Да, да. Не право. Эва, если ты что-то прямо скажешь и правдиво, то, ой, нет, батюшка так не может говорить. На что хочется сказать, друзья, батюшка не идеал, идеал Господь. И вы, пожалуйста, не очаруйтесь, батюшка, батюшка тоже может все наступиться. Возьмите просто несколько примеров, там, не знаю, да кого угодно. Вот у нас был отец Диакон Кураев, да, замечательный, сам по себе человек, но некоторые его, скажем так, как и труды, и высказывания, они очень пошли вразрез, скажем так, с мнения в общем церкви. То есть, вот, коса на камень, хотя некоторые его чуть ли не боготворили, ну, может человек оступиться, может свое частное личное мнение сказать, но не надо из-за этого не распинать и не канонизировать. Вот, ну, давай отойдем от этого, поэтому это уже другая тема, эта тема называется канонизировать или распять. Или распять. Да. При жизни. Да, да, да. Вот, у нас с тобой тема пища для души и тела, поскольку у нас сам Господь сказал, не важно, что у вас так важно, что из уст, словом оправдайтесь, словом сквернитесь. Я понимаю, что посты это не только пища, посты это, по сути, воздержание от греха, а пища нам дает как подспорье. Вот поделись своим мнением, почему ты стала вообще о постной пище писать, может быть, это какой-то личный опыт или личная ситуация, или это какие-то просьбы были. Почему? Это абсолютно личная нужда, нужда меня подтолкнула вести этот блог. Нужда в каком смысле? Не хватает жить. Я активно стала пользоваться соцсетями в декрете, потому что круг общения резко сузился. Соцсети выручали в плане общения, информацию мне давали в разных сферах. И мне удобно стало пользоваться Инстаграмом. В том числе я, я же мама, я жена, и мне были интересные странички кулинарные. И когда дело дошло до постных блюд, я стала искать какие-то интересные странички, где бы я могла для поста идеи черпать. Встала по поиску, везде искала, через там знакомых, у матушек смотрела. В общем, ничего не нашла, кроме викторианских каких-то рецептов. В общем, веганских страничек полно. Страничек с постными рецептами обнаружено не было. Думаю, ну что делать-то? Надо какую-то как-то, чтобы с этой мёртвой с точки сдвинуть дело. Решила, думаю, заведу страничку. Вообще, я сюда пришла в Инстаграм, у меня была другая страничка с рукоделием. Я сюда рукодельничать пришла. Думаю, ну ладно, заведу так, чтобы было ещё одну страничку, на всякий случай. Буду туда потихонечку кидать какие-то идеи постные. Ну пусть копятся, думаю, так будет удобнее. Накопятся, будет какая-то как база идей. Так мне проще. Я люблю всё систематизировать, так по полочкам раскладывать. Думаю, ну будет страничка именно вот как каталог. Для себя так мне было проще. И так получилось, что, видимо, люди так же как-то по поиску или где-то как-то... В общем, люди стали подписываться на эту страничку, которую я завела. Потом стали про неё рассказывать, упоминать. И так случилось, что вот это выросло в такой блог с постными рецептами. Рукоделие было заброшено. Иначе-то. И теперь я переквалифицировалась в, как это называется, фуд-блогера. Ну а мысли есть? Уже предложения поступают какие-то? Или мысли появились уже составить какую-то свою авторскую книгу по подбору? Книга есть. Книга есть. Да, уже издательство одно ко мне обратилось с этой мыслью, с этой идеей. Мы это уже сделали великим потом. И сейчас вот осталось ещё немного книг из этого тиража. Они ещё продаются. Ну, в общем, на моей страничке там есть информация, если кому-то заинтересует. Потому что кому-то удобнее смотреть на бумаге рецепт. Не самую удобную. Я, честно говоря, у меня у самой своя книга. Потому что на кухне с бумажным вариантом проще оказалось. Это хорошо, что книга есть. Каждый труд должен быть как-то вознаграждён. Я вот буквально сегодня немножко, может, если ты истории сосмотрела, у меня немножко там революция была. С, скажем так, призывом, чтобы не только на халяву хотели всё получить в этой жизни. Но в том числе люди не допонимают, что такое милостыня. Ведь сам Господь говорит, питающийся, вернее, проповедующий питается от своей проповеди. У нас, вот, ты не поверишь, сколько мне в день пишут, батюшка, помолитесь. Я вот, моя совесть перед Богом читала, я никому не сказал. Вот прислала, допустим, ты мне, батюшка, вот у меня там на операцию идем, помолитесь. Я тебе никогда бы не написал. Ты знаешь, я помолюсь, но ты пожертвуй вот сюда. Не, ни в коем случае. И таких писем и просьб с венами десятка, то есть сотня в день приходит. Каждый день. Но когда какие-то бывают, у меня знакомые там батюшки, батюшка, вот я еду туда-то. Если хочешь, там предложи, я пишу. Есть возможность там подать записки. То есть им на дорогу, на бензин, и они как бы по помощи, и людям там помолятся. Ну какие проблемы? Я только рад этой возможности. Потому что человек, допустим, есть у меня знакомый в Грузии, но он не может поехать в Дивеево. Вот сейчас я в Дивеево, в паломничестве нахожусь, да, приехали. Ой, как хорошо, вы в Дивеево. Да. Но человек, ну может вообще никогда в Дивеево наберется. А он увидел. Есть возможность, чтобы о его устродников помолились у мощи такого святоугодника, как Серафим Саровский. Я думаю, интернет дал на огромные возможности, показал возможность доступности того или иного священника, как-то с ним в личное общение вести. Вот, допустим, тем летом, как раз вот следующий месяц, в августе, там в Москве бывает форум молодежный православный. Сезжаются многие там и блогеры православные наши, и священники. И, допустим, я сначала думал, да нет, я не буду, наверное, никому это не надо. А потом меня все-таки сагитировали, батюшка, ну кто захочет один-два, ну вдруг соберется. Я написал, да, давайте, кто хочет, вот я там-то, там-то буду в это время. Кто хочет, подписчики, дорогие братья и сестры, давайте соберемся. Нас человек 12 собралось, я даже не ожидал. Вот этот онлайн перешел в замечательный оффлайн, вот в живое общение. Я очень люблю живое общение. Почему эти трансляции, вот совместные более люблю. Потому что, когда ты смотришь целый час на себя и читаешь вопросы, ты думаешь, я уже, уже, дайте мне другое что-нибудь увидеть помимо себя. Поэтому я больше люблю совместные эфиры. И я очень рад за тебя, что твои труды вот в этой книжке, ну хоть какой-то тебе, в том числе материальную помощь окажет. Тебе даст это возможность, допустим, ну не знаю, как-то технически что-то приобрести, чтобы еще возможность какие-то рецепты дополнительно найти. Как-то это профессионально снять. То есть аппаратуру какую-то. То есть это перспектива роста контента, чтобы он более профессионально и качественный был. Ну это же классно. Те же самые люди смогут увидеть это более красиво, более приятно для глаза. Но я не вижу вообще в этом проблемы. Но некоторые говорят, да вы что, это ортодоксия и тому подобное. Ну люди, ну мои родные, ну любимые братья и сестры. Ну давайте мы уже воспринимать священников. Некоторые только питаются просворочками. Они у меня есть, но я не только ими питаюсь. Вот. Не только ездит на, там, в лучшем случае к Алине. Ну это средство переживания. Ну давайте уже, смотрите, уже как-то более реально на вещи. Инстаграм вот в том числе помогает и в этом случае. Потому что у людей появилась возможность следить за батюшками. И вот в блогах они видят, чем вообще батюшки живут, чем занимаются. Потому что до соцсетей, да, ну хорошо, люди ходят в храм. Но кто близко общается с семьями священников, те еще могут там как-то вникать в их проблемы. А так люди себе слабо представляли вообще, чем живут семьи священников. Что это такие же люди. Так же детки у них ходят в школу. Так же у них каникулы они хотят. Они так же хотят поехать к морю. Так же у них кушают они три раза в день. Оказываются. Да, оказываются. Представьте себе. Такие же люди. Поэтому в этом плане, конечно, мне кажется, Инстаграм помогает наладить вот такие, да, Я первый месяц вообще в шоке был. Мне такие вопросы задавали. А вы настоящий? К примеру, да. Второй момент. Люди не привыкли, конечно. Второй момент. Что меня спрашивали? Говорит, скажите, пожалуйста, честно, вы в туалет ходите? То есть, ну вот настолько такие вопросы задавали. Ну вот просто из области фантастики. Я даже не мог предположить. Никогда бы не задумывался, что могут быть такие вопросы. Могут. Вот. С другой стороны, конечно, такие добрые, благодарственные какие-то отзывы, что да, я вот, знаете, батюшка, я вживую боюсь подойти, а вот здесь я могу задать вопрос. Да, и многие так меняются, а онлайн они могут задать какие-то интересующие вопросы. Да, да, да. Скажут, ну что я буду беспокоить человек, или может там с самим глупым вопросом я не подойду, а тут как-то немножко стираю. Это и хорошо, и плохо. Ну, как бы, как есть. Ну, тут, я думаю, если до фанатизма не доводить, то понебратства не будет. Ты все равно сам-то для себя, ты же понимаешь, что, опять-таки, ну вот, я же не в маечке, допустим, я вот сейчас с крестом, с подрясником, ну как минимум я в подряснике выхожу в эфир, да, как минимум. Сейчас я просто с монастыря только буквально минут 30 назад пришел, там вообще удивительная поездка, удивительная. Год назад я был в Иерусалиме, мне подарок сделали, и с нами в паломнической поездке были сестры с Дивейского монастыря, 13 сестер. Ну, они с монастыря, со скитов, и вот я сейчас приехал сюда, они здесь, здесь по большому счету. И вот, когда я иду по территории со своими паломниками, ну, просто реакция, да, но мы настолько вот сроднились за это время, пока мы были, она идет по телефону, говорит, и потом все, у нее шок, что она меня увидела. Ну, то есть, настолько это неожиданно и радостно, что мы увиделись опять, и вот от одной другой сестры мне вот, я сегодня буквально весь вечер я вот с сестрами общался, ну, это вообще паломнические поездки, они достаточно объединяют, как-то ты доверяешься, особенно когда в поездке ты исповедуешься у священника, ты душу раскрываешься, он какой-то более родным становится. Поэтому вот так вот сроднились, и здесь то мне просворочками надавали, то сухариков надавали, то подарочки вот таких вот всяких журнальчиков, иконочек, в общем, всего понадавали. Конечно, они умнички, молитвенницы, вообще монашество это большой подвиг, а монахини это невеста Христова. Так, все, мы ушли сильно от темы, это уже такая, у нас как семейная беседа какая-то дружеская получается, но я думаю, все равно дружеская. Вернемся к нашей теме, а то у нас так и время уйдет, и мы не пообщаемся на главном. У нас всего 20 минут, еще 40 есть. Блюда постные. На самом деле в пост основное блюдо, какое чаще всего приходится рекомендовать или спрашивают, чем больше интересуются, что по изощрению или может попроще, с чем ты чаще сталкиваешься? Что попроще, обычно у хозяйшек уже есть какие-то свои наработки, простую пищу, уже каждая сама может придумать, там просто картошечки отварить, макарошечек, это каждая уже там по своему семейству смотрит, простая еда в общем как-то справляются. Обычно запросы идут такого плана, Наташа, а в пост там у нас юбилей, день рождения, что-нибудь еще, у батюшки день рождения, что готовить, потому что вроде как праздник, но просто наварить картошки люди не хотят. Ну и с другой стороны пост, что, поэтому чаще всего запросы идут на какую-нибудь выпечку, вот такого плана, сладенькую, то есть что поставить на праздничное чаепитие, но с учетом того, что сейчас идет пост. Так что какие-то коврижки, пирожки, пироги и вот все вот в таком душе, обычно. Ну многие не знают, не знаю, я с твоего позволения подскажу, пока вот мысль пришла. По сути в пост, хоть это строгий, хоть не строгий, морепродукты позволяются, дозволяются. Именно потому что, во-первых, там без мозгов и тому подобное, ну там крабовые палочки, там вот в таком русле, даже есть постный майонез, который на растителям. Поэтому. Ой, сейчас таких продуктов постных полно, в принципе. Только другой вопрос, как бы, ну считаете ли вы возможным их использовать, ну для себя, как вы решаете, будете вы все это использовать или повремените там, да, две, три, четыре недельки на время поста, можно и без майонеза прожить, если вы прям уж так, вот. Ну, надо учитывать, что пост он индивидуальный для каждого человека, потому что, а я всегда напоминаю, что, допустим, беременные девочки, они вообще не постятся, потому что у них сугубый такой период, надо о лялечке думать, и уже в твоем времени ношения, непраздности, это уже и есть твой пост. То есть, допустим, какие-то болезни там с сахарным диабетом и тому подобное, тоже человек не постится, учащийся, военнослужащий, там послабление сугубо делается. А все остальные тут уже, конечно, надо обращать на это внимание. Еще один момент хочу, поскольку у нас прям с постом связано и с питанием, я хочу сказать, что когда вы покупаете календарь, и вы читаете сухоедение, там пища без масла и тому подобное, это сугубо монастырский устав. Это надо понимать, что, во-первых, в монастыре общежительное, там они все питаются согласно как бы своей возможности, поскольку у них продукты закупаются таким образом. А когда у тебя приходит муж с работой и говорит, я голодный, то надо все-таки еще подумать, воцерковленный или не воцерковленный. Если он не воцерковленный, то надо... А ты ему подашь бифштекс из капусты, то он тебя не поймет, как минимум. Еще я тебе это может наголово все сказать. Ты фанатичка, и поэтому тут надо, конечно, упомянуть, потому что в пост нужно все-таки меньше нагрешить. Если он готов, ты как добрая шея, как мудрая жена, ты можешь сказать, вот давай хотя бы первую, последнюю попастимся, потому что даже апостол Павел пишет о интимных отношениях, что только лишь по обоюдному согласию, потому что некоторые говорят, что да нет, ни в коем случае, вот пост, я его не подпущу к себе, а твое тело тебе не принадлежит. И это его тело, так же, как и наоборот. Поэтому тут, если о таких вещах даже апостол говорил, что говорит о питании. Поэтому здесь надо, конечно же, учитывать, что постная пища, она, конечно, нас немножко остепеняет, потому что даже вспомнить, когда бесновато привели к Господу, и он его исцелил, его спросили, а чем же можно было победить этот недуг? Что он сказал? Постом и молитвой. Постом и молитвой. Потому что наше тело, оно степеняется, потому что от мяса оно немножко разжигается, от постной пищи немножко оно утихомиривается. Вот. Я вообще, ну, я вне поста, как-то у меня даже получается больше, я знаете, его люблю? Лаваш, зелень и майонез. Вот так рулетом делаешь, рулетиком, и вот ешь. Ну, а там уже все остальное, чем накормим, тем накормят. Вот, да, если это гости, я не говорю, вы знаете, я пощусь, вы, пожалуйста, лично под меня готовьте. Ага. А если это воцерковленные люди, они так постное приготовят. Если это не воцерковленные, я заказывать не буду, потому что, во-первых, это людям переживания, а так или не так. Или ты не иди, чтобы и людей не искушать, и не расстраивать. Или идешь, благодаришь, спаси Господи. А потом, пожалуйста, пристись сугубо, чтобы там надо было не вводить в искушение. А здесь теперь уже себя посмирять. Но я что-то немножко инициативу перехватил. А хочется, чтобы ты поделилась своим опытом, своими блюдами. Может, тут какими-то уже опытным общением по поводу каких-то тебе вопросов задавали. Может быть, тебя куда-то приглашали уже с твоими... Вообще, я очень хотел бы увидеть твою рубрику на Спасе. Почему бы и нет? Со Спасом у нас пока не сложилось. У нас шли переговоры несколько раз. Но то... В общем, у меня малыш, сейчас ему уже годик. Но все равно тяжело. Он пока еще полностью от меня зависит. Я с ним пока расставаться надолго не могу. Еще грудное вскармливание не завершилось. Поэтому нам пока что со Спасом сложно состыковаться. Ну, Бог даст, сложится. Так что пока я веду свою деятельность внутри блога. И вот с батюшками в прямых эфирах, в общении. Каким опытом поделиться? Своим опытом, честно говоря, я именно своим личным не очень люблю делиться. Потому что опыт у меня небольшой. Я человек относительно недавно начала отцерковляться. Десять лет назад я пришла в храм. Ну, вот, не знаю, десять лет много это или мало. Но, в общем, я считаю, что маловато. Потому что из моих тридцати четырех я вот десять лет только отцерковляюсь. Детство и юность у меня прошли вне храма. Поэтому теперь приходится семимильными шагами нагонять. Сожалею я или нет? Сожалеть бессмысленно, что так получилось. Потому что уже как было, так было. Вот радость теперь, что хоть вообще пришла. Ну, я не знаю. Много-мало. Вот я одиннадцать лет в сане, как священником. Но по мне так много чего я за десять лет уже в чем и вырос, и узнал. Понятно, что... Кто у нас там... Аристотель, по-моему, сказал, если я не ошибаюсь. Поправь меня, пожалуйста. Я знаю, что ничего не знаю, но некоторые, да, меньше еще. То есть, ну, расти-то можно всегда. Почему я и поступил, наверное, в самую лучшую академию духовную. Это Питерская академия. Там замечательный ректор. Мне очень по душе. Владыка Серафим. Современный тоже в Инстаграме есть. И трансляции службы, проповеди замечательно говорит. Вот. Вообще, я думаю, что пришло уже, назрело то время, когда церковь должна выйти из-за ограды своей. Вот. И всеми возможностями, вот, и техническими, и, вот, проповедническими сказать о Боге. Потому что сейчас ведется серьезная информационная война против церкви и все, что с ней связано. Поэтому, вот, наверное, к сожалению большому, делай тайны, я вознам тебе явно, уже надо частично делать. Потому что что-то оставить до души, а что-то показать, как добрый пример. Потому что худший покажут в любом случае. Если даже патриарх благословляет вести эту деятельность в соцсетях, значит, есть смысл. Были у меня тоже периодически творческие кризисы. Мне все тоже казалось, зачем мне вообще это нужно. Зачем я буду вести этот блог? Вообще, кто я такая? Какой свинья примеров? Ну, тоже мне отец Владислав Береговой вправлял мозги. Говорит, Наташа, иди и делай. Аксичь. Да, вот тебя Господь поставил, вот ты не хотела этого. Я не то, что не хотела, он действительно так, я не стремилась к этому. Ну, вот так сложились обстоятельства, да, что появился этот блог, который стал развиваться. И люди ждут, и люди просят о помощи, пусть даже в такой мелочи, как приготовить обед мужу, но тем не менее. Вот отец Владислав не сказал, Наташа, вот твое место тут, вот ты занимайся. Зато там хозяйка придет, у нее не будет болеть голова, что ей муж приготовить, чтобы... И муж на нее не сорвется в очередной раз, будет мир в семье. Так что, он говорит, иди и... В общем, чтобы ссора не закончилась войной. Чтобы да, так что, ну, в общем, действительно, были у меня сомнения по поводу Инстаграма, но даже, вот еще раз повторюсь, Патриарх недавно благословил. Дети, что сказал, что нужно вести миссионерскую деятельность в соцсетях поактивнее, да. Я себя к миссионерам, конечно, не причисляю, но так это хоть в сторонке стоять тоже рядом. Ну, ты нужна, конечно, ты же часть церкви, поэтому как церковь живой организм, он может и болеть, так и сугубо здравствовать, делиться и радоваться. Потому что православие это праздник, а не депрессия и вечная молитва и тому подобное. Просто некоторые еще... И даже пост, и даже пост это радость, а не совсем не повод ходить с кислыми минами, с лицами. Как бы, да, посыпать голову пеплом, надевать на себя маски какие-то. А сама ты примерно географически где находишься? Я географически нахожусь в Туле. Мы, по-моему, Тулю проезжали, по-моему, Тулу, когда ехали. Конечно, если вы из Краснодара едете, то через Тульск область вы проезжаете, естественно. Я посмотрю, как мы обратно будем ехать, может быть, еще и заедем. А, может быть, давайте, с удовольствием. А мы собрались... Подожди, через Краснодар... А, вы не в самом Краснодаре, мы просто едем в Крым на следующих выходных. Не на этих, а 13-го числа мы выезжаем. Мы через Краснодар тоже будем проезжать. Ну, 13-го мы точно не пересечемся, потому что у нас есть там межепархиальный такой молодежный форум на берегу Азовского моря, православный Азов называется. И вот 13-го года мы раздоезжаем, и мы уже физически просто не разорвусь. И если Господь управит, в этот же день я пойду отца Павла Асровского встречать, который будет у нас на этом форуме выступать. Поэтому я просто физически не смогу с тобой увидеться. А так вот я, конечно, очень хотел. Я посмотрю, как мы будем ехать, хотя бы, может, на две минуточки увидеться, обняться и сказать, что, ребята, мир-то маленький, и онлайн может стать оффлайном. Вот, ну, давайте включу комментарии, все-таки поотвечаем на вопросы наших дорогих братьев-сестер. Батюшка, скажите, пожалуйста, как быть, если я после операции и брала в больницу просфоры, забыла, они остались заплеснили. В речечку, если есть речка, где рыбки, просфоры можно в речку высыпать, и рыбочки их покушают. Обычно так делают. Если вообще некуда, отнесите в храм, там есть, не попирая место, их туда уже высыпят. Но вообще, если уж не сильно, ну, по крайней мере, обычно они засыхают, это если сырость, там сильно заплеснили. Если не сильно, ну, там, точечки. Точечки можно пошкарябать, а их размочить и покушать. То есть, ну, надо посмотреть просто индивидуально. Так, поехали. Ну, просто если в пакете оставили, то, скорее всего, сильно заплеснили. Может быть, да. Ну, это почитаться надо посмотреть. Так, сегодня зацепило жадный и хитрый. Это сегодня я уже разгулялся в пласте с этим. Вообще, кстати, вот мы, когда в одной из поездки в Иерусалимы были, как раз пост был. И ты знаешь, они тоже там определенно, как бы, постную пищу готовят относительно себя, своих праздников. И тебе скажу, что, вот, я не знаю, может быть, это специфика, а может быть, это реально. Но у них, вот, они на Исопе много чего готовят. Ну, ты помнишь, это такая трава, которая в священном писании еще упоминается. Исопами же очутшуся. Да-да, да-да. Да, и у них как-то все такое кислоприторное, что ли. Может, это только в пост специфика такая. Ну, можно, как ради интереса, вот что-то еще со специями, вот, ихними, попробовать. Может быть, когда в Иерусалим поедешь, наберешь. Главное, торгуйся этими арабами, а то тебя еще и забьют. Да ладно. Серьезно тебе говорю. Мы как-то пришли на арабский рынок, меня попросили привезти. Супруга, ну, привези там мне что-нибудь. Я говорю, ну, пойду там, пошли мы на арабский рынок. Ну, он там взвесил, ну, на калькуляторе показывает, там, 3 доллара. 3 доллара, 3 доллара. Я ему 3 доллара даю, он стоит злиться. Я думаю, да вот 3 доллара же я же ему дал. А наш, я подзываю нашего гида, который с нами был, я говорю, что он злится на меня. Стоит что-то недовольный. Он написал 3 доллара, я ему дал. Он злится на вас, потому что вы с ними не торгуетесь. Он... А, так они не торгуются. Он... А для них это как уже вот такое, что вы не уважаете. Да, да, да. Ну, да, да. Ну, я ему 3 доллара забрал, доллар положил. Он немножко добрее стал, но тем не менее, все равно он бухтел. Я говорю, что он бухтет? Он говорит, вы просто забрали. Это где, как в стране? Это в Иерусалиме было, арабские. А, в Иерусалиме. Да. Так, ну давайте дальше. Ваши рецепты хороши. Как верно, что все вы готовите, правильно готовите. Так, у меня кум священник, духовник в Лавре. Слава Богу, благодарю Бога за то, что хожу в круг общения со священнослужителями. Я рад за вас. Как я рад за вас, батюшка, что вы удивили вас. Спасибо, Господи. У меня мама недалеко живет. Табачка, как вы относитесь к ЭКО? Ну, почти в тему нашего эфира. По сути, отношусь так же, как вся церковь. Вы легко ее узнаете, эту точку зрения. Она находится в социальной концепции. И пока внутриутробно будет убивать эмбрионов во время ЭКО, церковь никогда не будет на это одобрительно смотреть. Потому что подсаживают несколько. Несколько может, скажем так, прижиться. Но всех женщина не готова рожать. Поэтому внутриутробно делают аборт. И ребенок начинает развиваться на кладбище. И, конечно, я люблю очень деточек. Против этого. Если дорастет эта технология, одного подсадили, один оплодотворился, и одного вынесло, церковь только забудет и благословляет. Но пока убивают детей, церковь никогда добра на это не посмотрит. Ну, это немножко вне темы. Так, а я вегетарианская пища. Так, а где вегетарианская пища? Плохо? Не знаю. В пост мы только едим вегетарианскую пищу. В большей степени. А нет, вы знаете, все-таки нам... Ой, сейчас перебью вас, извините. Да, да, да. Почему я... Мы вернемся опять к теме. Вы сказали, в пост мы едим вегетарианскую пищу. Ну, не совсем так. Почему я решила отдельно завести страничку, именно назвать ее страничку с постными рецептами? Вегетарианских страничек полно. Но там такие ингредиенты вегетарианцы используют, такие слезы единорога, что пост... Как бы... Да, это пища без продуктов животного происхождения, без молока, без яиц, но там настолько все сложно бывает, настолько там специфические продукты, что... И настолько это увеличивает стоимость блюда, что, на мой взгляд, вегетарианская не равнопостная. Не всегда равнопостная, скажем так. Не в этом я процентно согласен. Мне как-то... Где мы были? В Грузии мы были. Тоже полночную поездку я возглавлял. И там мы зашли, и они что-то нам давали, и там трава была какая-то. Ну, там, значит, виноградные листья с чем-то. Какая-то вот у них там тоже специи там подобное. Я ел, и потом выяснилось, что... Ну, просто мы не знали же, где что. И оказалось, это как раз кафешка вегетарианцев. Вот. А блюдо такое же, что мы съели килограмм 10 шашлыка. В итоге нам дали цену за это все. В итоге. Поэтому, думаю, поста не было. Может, лучше бы шашлыков ели. Грузинских. Поэтому, да, я в этом тебя поддерживаю 100%. Что иногда постная гораздо и питательнее. Я тебе честно скажу, я вообще ем зачастую один раз в день, но в лучшем случае два. С утра не ешь, потому что или служишь, или просто, ну, не привык. Ну, там, в лучшем случае, чай с печеньем. Здесь вот поломочек, пост у нас. Ну, я вот и просворочки, и эти пирожки, и тому подобное, я уже еле дышу. Мне реально уже плохо. Меня на ужин закусывают там сестры. Батюшка, идите покушай. Я говорю, я уже дышать не тяжело. От этой пищи. Я уже дайте мне просто водичку, я вот водичку попью и все. Я вот реально приеду, разгрузочные дни буду делать. Здесь я просто уже, ну, не набиваю цену. Да вот, нет, я вот такой скажу, чтобы не сказали там праведники какой-то. Поэтому же, что дают, то и ем. Вот. А у меня это тяжело, реально тяжело. У меня, кстати, тоже большая проблема в пост не переедать, потому что большой проблемы есть именно постную пищу нет, потому что я могу ее приготовить легко и вкусненько все. А вот проблема не объесться этой постной пищей, тут уже, да, есть такой момент. Пост, пост можно там и черную, и красную икру, там, и омаров, там, все по вашему. Да, при желании можно так напаститься, что о-хо-хо-хо-хо, потом будешь лечиться еще, да. Это была шутка, а то сейчас закидайте мне опять своими, баишка, как вы омарой к черную икру едите? Я уже не помню, как она выглядит, эта черная икра, поэтому и омара. Один раз в жизни ела, попробовала, и то я в туризме работала, туристов угощали, я тоже попробовала. Мне не понравилось, я честно. Икра? Икра черная, как-то я не впечатлилась. Нет, для меня в детство счастливая была, с одной стороны, конечно, я ее столько перел, что уже, по сути, на всю жизнь. У меня мама была директор госресторана, и на первом этаже в то время это наш такой как типа кооперативный, что ли, или вот такой, не знаю даже, как правильно назвать, рыбный магазин был, где все очень такое в основном, для госресторана и привозили, по большому счету. Он и жил финансово за счет этого ресторана. И я приходил, две миски, две ложки, черной, красной, ты ешь и ешь, я уже не хочу, она ешь, она полезна, поэтому, слава Богу, поел, и дай Бог, здоровье маме, что она кормила когда-то, и дай Бог, скажем так, в кавычках, я скажу, опять сейчас революционеры накинутся. Я в каждой эпохе исторической вижу плюсы, минусы можно во всем найти, а надо плюсы. Конечно. Поэтому в советское время мы с вами учились, и многие выросли, и черную, и красную икру ели, поэтому я благодарю и советскую эпоху, что я ее застал в какой-то мере. Слава Богу, что не Бог. Благодарите за все. Да, слава Богу, что в пионерах не был, но, не знаю, дружнее жили как-то, дружнее. Так, еще вопросы тут писали, или нет, я не вижу. Вот что-то написали. Вегены, вегены, так. В детстве в меня запихивали черную икру, я после пробовал один раз, и вот здесь. Сейчас уже не попробуем, сейчас говорят, что тысяча долларов чуть ли не стоит икра. Во-первых, ее, по-моему, запретили, да, там какие-то есть запреты на улов. Ну, в общем, что нам разрешать сейчас ее не вскрывают, сейчас ее доят, если ты видел, ее доят. Ее провоцируют, я видел, недавно мне присылали видео на WhatsApp, они какой-то делают уколчик, у них, как вот женщине потуги провоцируют, вот так, потом гладят животик, и ее доят, и потом отпускает она, и она плавает себе дальше. Да, 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 то есть сейчас поумнели, у них УЗИ есть, я даже смотрел на этом видео, УЗИ смотрят, готова она, не готова. Эфир о постной пище, мы говорим о черной икре. Да, так она постная. Если сейчас кто-то к нам присоединился, то, наверное, очень удивлен. Мы решили обсудить, как добывать черную икру. Давай, у нас осталось 15 минут, я хотел бы, конечно, больше дать тебе возможности, поделиться еще какими-то советами после постных письмов с каких-то ситуаций, ну и потом какой-то итог я подведу. Давай, моя сокровище, Наташенька, поделись. Давай. Я, пользуясь вами моментом, так сказать, пользуясь возможностями, что хочу сказать. Меня радует, когда пишут мне часто подписчицы, что, Наташа, мы вот благодаря вашему блогу вообще решились пост поддержать, да, обычно это великий пост, обычно почему-то люди стараются, кто первый раз постится, соблюдать хотя бы великий пост. Я что хочу сказать, потому что таких писем на самом деле много, очень многие люди думают, что если они будут соблюдать пост, что им придется голодать, детям придется голодать, а уж мужу-то бедному конечно придется голодать. И каково же бывает их удивление, когда они попадают на мою страничку, там начинается какое-то общение с другими хозяйками, видят комментарии, видят блюда разные и говорят, о, неужели можно питаться, я же не говорю там как-то очень изысканно, но оказывается много постных блюд, голодать не придется, можно полноценно завтракать, обедать и ужинать и мужа при этом накормить, и детей не забыть, и даже в праздник что-нибудь испечь, или там выходной день и порадовать, и все будут довольны. И очень многие пишут, что мы вообще решились на пост, там, да, не сразу все получается, но хотя бы мы вообще встали на этот путь. и я хочу всех призвать, не бойтесь, потому что пока вы не попробуете поститься, вы не поймете, как это, не надо бояться, говорите, еще многие говорят, ой, это, наверное, это дорого поститься, потому что там овощи, фрукты дорогие, ну вы же попробуйте, во-первых, вас никто не заставляет покупать килограммами помидоры и огурцы, которые, если мы говорим о великом посте, да, там зимой и весной дорогие, попробуйте, начните, пока вы не начнете, вас дорогу осилит идущий, обязательно надо начинать, потому что целесобрали, вообще нужно ли поститься, это можно тут целый эфир отдельный провести, поститься нужно, не мы-то придумали, да, не нами это заведено, если уж Господь Бог постился, да, если Господь наш, Иисус Христос постился, то уж давайте не будем из себя строить, что мы умнее, что нам это не надо, нам это, значит, в сто раз больше надо, если уж Христос этим занимался, да, и апостолы перед тем, как на проповедь идти, поститься нужно, все это не просто так придумано, значит, и нам нужно соблюдать и стараться, вставать на этот путь, стараться соблюдать по мере сил, возможностей пост. Так, что еще хотел сказать? Если бы я разошлась. Отец Константин, давай, перехватывай, а ты пока подумаешь. Да. Вообще, тут есть вопросов несколько, но прежде чем я отвечу на них, значит, смотрите, во-первых, пост он индивидуален, и надо все-таки общаться, советоваться, как минимум с батюшкой, у которого вы общаетесь, исповедуетесь, может быть, это даже духовник, если таково есть, вот, учитывает свои немощи, вот, какие-то просто элементарно продукты вам, может, не подходят, вот, как раз у нас здесь был вопрос, какие продукты нужно исключить, вот, и помнить, святые отцы очень замечательно говорили, что пост это два крыла, именно в воздержании пищи и в труде молитвы, вот, потому что одно без друг другого, оно не совсем срабатывает, скажем так, а вообще это, конечно, богоугодное, и вот Наташенька делает большое, большое дело, вот, сейчас отвечу на вопрос, который вы выше писали, там спрашивали, кто я такой, я немножко подписался, и дальше, так, вот, можно поститься дешево, да, 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 добрый вечер, у меня вопрос, есть постный шоколад, а смысл поститься, если есть постный шоколад, ну, во-первых, это какао-бобы, почему он и какао-масло, он, можно его кушать, да, темный шоколад, золотые купола, шоколад, вообще с шоколадом я маленькую быстренькую историю расскажу, как раз у нас чуть-чуть время есть, как-то я пришел в храм, и ко мне подходит свечница, а когда еще в другом храме служил, не сейчас где, и она говорит, батюшка, благословите меня на пост, я говорит, ничего мне не надо, только благословите, чтобы я шоколад кушала, я говорю, у тебя что, нехватка глюкозы или что-то, да нет, я просто без шоколада не могу, я говорю, нет, давай мы сделаем так, а я же понимаю, что определенная наркомания, ну, я говорю, давай ты первую неделечку не будешь, а потом, если уже есть необходимость, я тебе благословлю, проходит неделечка, я же купил шоколадку, золотые купола, это не реклама, это просто постный шоколад, а здесь могла бы быть золотые купола, здесь могла бы быть ваша реклама, ну, да, вот, я в кармане держу эту шоколадку, я говорю, ну, спрашиваю, Ирочка, ну, как у тебя пост протекает, говорит, все хорошо, батюшка, я говорю, а как ты шоколад, ела нет, ну, вы же не благословили, я говорю, ну, умничка, вот за послушание тебе достаю шоколадку, говорит, батюшка, я не хочу, я уже победил этот грех в себе, поэтому я могу уже и без шоколада, это не хочется, вот, вот поэтому пост, это больше про борьбу со грехом, а пища нам в помощь, определенную, да, поэтому, у меня к вам вопрос, да, слушаю, он часто мне адресуется, но как аргументировать, знаете, еще какие, какой часто меня спрашивают, задают вопрос, нужно ли вообще соблюдать, вот, например, тот же Петров, пост Успенский, многие соблюдают в году только один пост, великий, и вообще задаются вопросом, зачем соблюдать остальные, целесообразно ли это, потому что вроде великим попостились, и слава Богу, а еще, знаете, в некоторых, я тоже читала такое, в некоторых местах, что апостольский пост соблюдает те, кто не постился великим постом, но мы же постились великим постом, иначе нам как бы уже и не надо, может, мы как бы мимо, мимо, зачем, вот, чтобы вы, как аргументировать, то зачем человеку поститься апостольским постом в том числе, во-первых, это подготовка к празднику, для нас пост, это время, когда можем достойно, скажем так, ну, вообще, вот смотри, любой момент, насколько значимо деторождение, да, я вот сейчас пока отключу, чтобы тебя лучше видеть, комментарии, вот, насколько значимо вынашивание ребенка, токсикоз, болит спина, но какова радость, когда тебе ребеночка положили на грудь, то есть, более выстраданное, скажем так, и прилагаемое усилие более важной цены, почему для нас значим великий пост, да потому, что он заканчивается светлым Христом в воскресенье, то есть, тут смысл подготовки себя к этому празднику, что я себя стружу, ведь по большому счету ты не только для Господа трудишься, ты для себя пользу-то приносишь, это хорошо, если ты в пост не переедаешь, потому что это тяжело бывает иногда, но по большому счету ты в некоторых грехах, некоторым, вернее, вот так бы правильно сказать, в некоторых грехах, грехам не даешь топлива, чтобы они разжигались, и почему четыре поста в году, потому что сугубое время, вообще пост, чтобы поухаживать за душою, и воздержанием какой-то пищи, и воздержанием каких-то слов, давай мы вспомним уже, раз мы о словах заговорили, Иоанна Кроштадского, он говорит, самое главное, в пост не есть людей, потому что зачастую ты ничего не ешь, а соседа чуть ли с потрохами не доедаешь, поэтому тут иногда лучше съесть кусок колбасы, который зачастую есть и вареная, она постная, есть особенность еще дешевая, у меня, кстати, случай комичный был, бабушка ко мне подошла, говорит, батюшка, благословите мне сосисочки в пост кушать, а бабушка, ну видно, она на пенсию кое-как живет, я говорю, матушка, ну тратили попысь, а сколько ваши сосисочки стоят, ну там они, я беру самый дешевенький, там 50 рублей килограмм, я говорю, матушка, вы даже благословения не берите, там мало того, что мяса, мяса нету, там сои уже нету, возьмите, вот вам, я там немножко не буду говорить суммы, я ей пожертвовал, купите себе нормальные сосиски и помяните меня в своих святых молитвах, потому что вы подвижница, по большому счету, даже не постница, вот, поэтому тут надо проявлять благоразумие, а что я говорил вообще, а пост почту и почему в четыре поста, и вот в четыре поста надо обязательно причаститься, обязательно, а поскольку вы поститесь, вам легче и уже подготовиться к причастию, потому что само время оно подразумевает ухаживание за душою, ну я уже, я уже молчу, что это разгружает наши организмы и тому подобное, в церкви очень все, тут все со всех точек зрения, куда они гляньте, это конечно нужно. Да, да, вообще в православии очень мудро все, хорошо устроено, исповедь, она и для души, и для психики, как минимум, ты можешь выговориться, то есть, тут все, что не возьмешь православие, это одна красота, если ты понимаешь, что такое православие, а не так, а ортодокси, все, давай лбом разбивать полы, и тому подобное, должна быть любовь во Христе, и поэтому все будет хорошо, так, я сейчас время посмотрю, о, у нас 2-3 минутки осталось до конца эфира, быстро пролетело, меня сейчас еще в Дивеево ждут, сестра, которая подарки в путь мне не отдала, и говорит, вы что, меня бросили что ли, поэтому я сейчас обратно в Дивеево полечу, так, дорогие мои, прошу молит, о, не про, сейчас ушло, праздность, Анастасия, сейчас буду рожать, Кесарева, спаси, господи, ну, вот сейчас Дивеево поеду, как раз и помолюсь о вас, ну, конечно, братья и сестры, давайте помоемся, а не праздность, Анастасия, чтобы деточка наша родилась, и потом нас порадовала, Галина, так, Галина, ну, помните, все равно вам, пока вы кормитесь, спаститься тоже нежелательно, с интересным людьми всегда быстро летит время, это за тебя говорят, что-то интересное, вот, давай подведем итог, эфир мне очень понравился, конечно, мы немножко от темы уходили, особенно на черную икру, вот, аппетитно гоняли, но я очень был рад с тобой познакомиться, провести эфир, желаю, чтобы твой талант, Богом данным, как минимум, в этом блоге все дальше и дальше развивался, чтобы мы тебя увидели в более каких-то масштабных проектах, я думаю, твои буду рецепты еще размещать, у меня проект есть, батюшка Ла, батюшка Любовь, может быть, там какие-то будут в прямом эфире, готовить посты, там ограничения часового нету, поэтому можно хоть 10, пока не приготовишь, вот, ну, что скажу тебе, самое главное, души спасения, самое главное тебе, тебе слово и аминь. вас, отец Константин, благодарю за то, что пригласили на совместный эфир, я так немножечко, сама редко такие вещи провожу, но на приглашение всегда с удовольствием откликаюсь, так что приглашайте, приглашайте, я всегда за общение, за общение в инстаграме, тем более, у нас такая, да, небольшая уже своя православная община в инстаграме сложилась, надо друг друга поддерживать, в общем, я всегда за. Дорогие, еще раз резюмирую, да, о чем мы сегодня с отцом Константином говорили, что пост, это дело важное, нужное, но при этом не забывайте, что пост, это не только время воздержания от животной пищи, да, от продуктов животного происхождения, это прежде всего, ну, хотите, скажу, духовное упражнение, да, духовная тренировка, вот такое важное время, да, давайте про это не забывать. 15 секунд, 15 секунд, 10 секунд, мои дорогие, мои подписчики, братья, если подписывайтесь на эту замечательную девушку Наташу, просто постно, вот, 3 секунды, аминь, аминь,